Можно вас супом горячим угостить? Каждый день, потому что надо обратно в квартиру. Держите, это вам. Приятного аппетита. Молодинник какой-то был пустой. За что такое внимание? Просто так. Другие места меня не выгнали. По утрам уезжаю. Приятного аппетита вам. Вам спасибо. До свидания. Ой, я думаю, мы их прям очень сильно удивили. Очередь с 90-х годов. Все, покупай только. Друзья, всем привет. С вами Игорь Медов. Сегодняшний выпуск будет поделен на две части. Сегодня я хочу сделать приятное тем, кто тоже делает добрые дела. И это те самые люди, кто заправляет ваши машины. Кто выдают вам парковочные карты, когда вы заезжаете в торговый центр. Эти люди тоже нам помогают, просто мы об этом не задумываемся. И сегодня я хочу их порадовать. Сейчас время как раз обед. Я думаю, они все проголодались. У нас в Сибири наступила полноценная зима. И сегодня я хочу накормить их обедом. А во второй части этого ролика мы поедем к вашей любимой баб Гале. Я накупил ей кучу подарков и хочу сделать ей сюрприз. Приятного вам просмотра. Здрасте. Хотели бы вас супом угостить горяченьким чаем? Это все бесплатно. Держите. Наверное, вам неожиданно такое. Естественно. Там хлеб, сахар, ложечка. Все для чая. А то, наверное, замерзли. Холодно. Вам всего самого хорошего. Хотели бы вас супом горячим накормить? Это бесплатно. Держите. А зачем? Просто так. Вам, наверное, холодно здесь. Мы понимаем прекрасно. Держите еще чай горячий. Сейчас как раз время обеда. И хлебушек. Всего хорошего. Можно вас супом горячим угостить? Холодно, наверное, вам. Мы о вас позаботиться хотим маленько. Чай горячий, суп. Большое спасибо. Хлеб покушайте. А то холодно. Всего хорошего. Да не за что. За богу. Да, и вам также. Я думаю, мы их прям очень сильно удивили. Ладно, едем на следующее место. Едем к торговому центру, где люди выдают карты. И тоже их там удивимо порадуем. Так, ребят, я сейчас пришел в магазин и хочу для Баб Галли купить продуктов. В принципе, я посмотрел, круп у нее очень много. А сегодня я хочу затарить ее молочкой и мясом. Купить еще курицы, фарш, колбаски, либо сарделек. И привезти ей, чтобы у нее в холодильнике постоянно была еда. Потому что последний раз, когда мы приехали, холодильник опять был пустой. Поэтому мы сейчас все берем и едем уже к бабушке Галли. И так как уже наступает предновогоднее настроение, мне хочется Баб Галли начать его дарить, чтобы она почувствовала заботу, чтобы почувствовала, что скоро Новый год и чтобы она испытала те чувства, которые она испытывала в детстве. Сейчас я ей куплю тортик, а уже в следующем выпуске у меня есть пара идей, как максимально удивить бабушку Галли. Хотели бы вас супом угостить? Держите, покушайте. Чай тогда возьмите, попьете. Это бесплатно. Берите. Мы специально приехали вам помочь. Возьмите горячий суп. Как раз время обеда. Ложка есть. Хлебушек. Я на посту нечего долго стоял. Возьмите. Как раз таки быстренько перекусите, отойдете. Держите. Не стесняйтесь. Держите один, я сейчас вашему напарнику отдам. Чай и хлеб. Там сахар есть, ложки. Здрасте. Супом вас угостить пришли. Держите, попьете. Горячий суп с фрикадельками. Спасибо. Здесь хлеб, ложки, сахар и чай. Держите, это вам. Приятного аппетита. До свидания. Привет. Пкусается? Хороший. У меня тоже собакой пахнет. Скажите, а мне вот для кошки глаза воспаленные, какие-то капельки. Они сказали, что у нее глаза воспаленные, я привезу капли и будете глаза капать, потому что у нее глаза поменые. Хорошо? То есть, получается, какие-то темные выделения с глаз идут. И вот чем-то капать. Ну, такие можно капельки попробовать. Они против восплительных и против аллергии тоже подходят. А конъюнктивит лечит? И лечит конъюнктивит тоже. А, ну, то есть, они такие комплексные. Давайте. Так, ребят, в общем, капли Декта-2 для лечения профилактики офтальмологических заболеваний. Если не подойдет и глаза не удастся вылечить, то уже, наверное, повезем к ветеринару вместе с баб Галей. Надеюсь, если мы ее уговорим выйти на улицу с нами. Поэтому сейчас еще купим корм и поедем уже. Здравствуйте. Мы вам тут супчик горячий привезли. Держите. Пообедайте сейчас как раз. О, спасибо. Проголодались. Хлеб, ложки. Спасибо. Чай. За что такое внимание? Просто так. Вы нам помогаете, мы вам помогаем. А у вас еще был напарник здесь, он где? Там. Там? Да. А можете его позвать? Я ему тоже дам. Сейчас. Здрасте. Вот. Приехали вас супчиком горячим и чайком угостить. Держите. Это вам. Сейчас еще вам тоже принесу. Возьмите. Вам тоже. Спасибо. А это что? Просто так решили вас порадовать. Вы нам помогаете, чтобы мы из машины не выходили, карточки не вставляли. А мы вам. Так что приятного аппетита вам. Спасибо. Спасибо. Все, до свидания. Спасибо. Да, и вам всего хорошего. Все, поехали дальше. Может быть какую-то игрушку для кошки, знаете, чтобы она бегала, там носилась. Есть что-нибудь такое? Давайте вот такую штуку. Я думаю, прикольно. И какой-нибудь мячик там, чтобы звуки издавал. Здесь вот такой кататься тяжело будет. Здесь вот такой кататься тяжело будет. Ну давайте, ладно, круглый. Так, ребят, взяли вот такой корм. Семь с половиной. Семь с половиной. Это Нидерланды. Здраво-красиво-шесть. Вкруппляет иммунитет, качество и пищеварение. Вы писали, что кетикетом нельзя кошек кормить. У меня просто кошек не было. И вот взяли хороший, полноценный корм. Я думаю, баб Гале понравится. Сейчас все забираем, купим еще один подарочек и едем к ней. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вам. Решили у вас подойти угостить. Здесь суп с фрикадельками, чай, хлеб, сахар. Благодарю. Вот. Приятного аппетита вам. Вам спасибо. До свидания. Просто, ребят, мы вот так не задумываемся. Люди работают. Понятное дело, что там они сами выбрали эту работу. Я думаю, если у вас есть возможность, их нужно благодарить. Не знаю, купить им чай, может быть, на заправке. Либо просто дать какую-то копеечку. Я думаю, им будет это очень приятно. И я уверен, люди вам точно будут благодарны. Поехали на следующую точку. Еще хотелось бы сказать огромное вам спасибо за вашу поддержку и за ваши донаты. Вы написали, что баб Гале нужно было бы купить постельное белье. Прямо сейчас я отправляюсь на рынок и куплю ей это. И еще куплю подушку. Без вас, без вашей поддержки. Не знаю, мой канал бы, наверное, закрылся, потому что мне одному на самом деле тяжеловато всем этим заниматься. Но вместе с вами, ребят, мы делаем эти добрые дела и заряжаем вас добрыми эмоций. Кого-то мотивируем, кого-то нет. Но в любом случае, это все идет во благо. Спасибо каждому из вас за вашу поддержку. Скажите, а я вот бабушке хочу постельное белье купить. Так, ну вам, наверное, бабушке маленько потемнее надо, да? Ну да, наверное, что-нибудь потемнее. Ну а это вот рассветка, что она хорошая? Это да, в принципе, серенькая, с цветочки. Может, что-нибудь фиолетовое есть. Да, вот есть вот так вот. Голубенькое. Вот он здесь вот так, вот смотри, вот так вот. И есть вот такой вот еще оттеночек. Это вот будет чисто в клеточку. В клеточку. Мне вот голубенькая нравится. Голубенькая, да, вообще приятная. Ребят, вам как? Давайте голубенькая. И еще надо подушку. Так, и вот эта вот подушечка мне понравилась. Потому что у нее большую, ей брать не вариант. Потому что кровать маленькая. Ну подвернет же. Подвернет. Ну вот. А вот это как раз таки для ее дивана будет самото. Так, все, берем и едем в Баб Галле. Сейчас ехали на заправку, на очередную. Проехали в нем от церкви и увидели здесь нуждающихся. Я думаю, правильным последние два супа отдать именно этим людям. Здравствуйте. Возьмите, пожалуйста, суп горячий, чай, хлебушек. Спасибо большое. Да не за что. Аккуратно. Возьмите, пожалуйста, здесь вот еще 500 рублей. Купите себе продуктов, лекарства. Спасибо большое. Да не за что. Вам всего самого хорошего. А вы здесь часто бываете? Я так всего три месяца. Ты пришел по 9 лет уже. А часто приходите? Каждый день, потому что надо обратно в квартиру и... Снять квартиру? А вы где живете? Нам-то в обзоре беру билет, чтобы меня не выгнали. По утрам уезжаю. А почему у вас квартиры свои нету? Что случилось? Почему в Чернобыле? А почему взрывы? По очереди все. А в 19-е начались квартиры. В очереди стояла. Здесь я по очереди стояла. А, в очереди стояла. А когда их привезли, нас в квартиру забрали. Привезли из Чернобыля людей? В очереди с 90-х годов. Все. Покупай только. А, то есть вы хотите снять квартиру на месяц? Ну, где-то побольше. А у вас есть телефон сотовый? Как можно с вами связаться? Только здесь. Да я бы не квартиру. Я бы частный дом сняла на маленький еще. Частный дом? А сколько стоит, ну, снять? Вы не узнавали? За дом 5. 5 тысяч? Да. Аренда? Да. И уголь. Уголь. А вы знаете, куда можно пойти и снять? Я вот сейчас наберу. И пойду искать там, где я знаю. А вы уверены, что 5 тысяч хватит на это? Подождите секунду, не уходите. Возьмите, пожалуйста. Это вам. Снимите себе дом. Да не за что. Хватит вам этих денег? Хватит. Точно? Конечно, потому что сейчас еще погода более-менее. А сейчас зима наступит. Вам 100% надо. У меня уже уходили потолкать в центр. А что я пойду? В центр бесплатно работал. Конечно, не надо. Бесплатно. Три года назад, и они мне полгода манилили, там мне ничего не сделать. Так. Снимите, пожалуйста, в ближайшее время себе дом. Хорошо. Вот. Дай бог, чтобы у вас все было хорошо. Всего вам. Всего самого хорошего. Крепкого здоровья. Дай бог, чтобы у вас все было хорошо. Спасибо большое. Да не за что. До свидания. До свидания. Друзья, я решил помочь с бабушкой, но эти деньги были не мои. Я хотел бы сказать еще раз огромное спасибо, ребят, вам за ваши донаты. Отдельное спасибо Шрифтофоросу за твой донат. Ты говорил, чтобы я эти деньги потратил в случае необходимости. Я считаю, что этот случай именно тот. Бабушка негде жить, она ночует на вокзале, покупает там билет, чтобы ее оттуда не выгнали. И сейчас ей снять здесь дом будет прям кстати. Тем более сейчас у нас холодно, и уже минус 20, минус 25, и нельзя что такого допускать. Спасибо вам всем огромное. Без вас этого канала бы не было. Я вас очень сильно обнимаю. И прямо даже у меня нет слов, что мы с вами можем делать такие, не сказать, что масштабные, но такие добрые дела и помогать конкретно людям. Это очень круто. Спасибо вам большое. Мы сейчас доехали до баб Гали, привезли кучу подарков. Сейчас пойдем дарить. И знаете, что хотел бы еще сказать? Когда я ей подарил телефон, я понял, что у бабушки Гали очень большие проблемы со зрением. То есть она даже, когда набирала телефон, она не смотрела на цифры, а она делала все на ощупь. И мне пришла такая мысль, что возможно именно поэтому у нее в квартире, ну вот антисанитарез, это грубо сказать, то есть она просто не видит, что у нее грязно в квартире. То есть она, и почему она говорила, что да у меня все нормально, я убираюсь там хоть ползком, у нее просто очень плохое зрение, и именно поэтому она не видит, где у нее грязно. И я очень хочу ее болтать, чтобы мы сходили в клинику и проверили зрение. Это все покажет время, а прямо сейчас берем и идем ее радовать. А прямо сейчас можете посмотреть другие видео, которые высветились перед вами на экране. Увидимся в следующих выпусках.